друзья мои дорогие всем здравствуйте сегодня поговорим с вами о том как нарциссы и нарцисски внушают вам любовь убеждают вас в этой любви а вы потом долго долго не можете эту историю из своей жизни отпустить этого человека из своего сознания из своей души выгнать и выселить потому что вы постоянно возвращаетесь вот в этот период времени когда этот человек вам внушал вот какую-то такую супер романтическую вот супер вот подходящую вам вот эту вот историю любви и давал вам надежду на то что все прекрасно все замечательно не забываем с вами что нарциссы они могут влюбляться они могут очень активно подпитываться вот вашими эмоциями да они на стадии когда они они идеализируют партнера они правда на какой-то момент верят что это некий такой человек который даст им ту самую безусловную любовь с которым будет хорошо то есть не проблема влюбиться а вот насчет именно любви как таковой насчет вот этого баланса вложений принятия какого-то человека возможности идти вместе в долгую как говорится в горе и в радости конечно с этим проблема не очень быстро наедаются на стадии идеализации все начинается вот это вот обесценивание и как вы там лапками по воде бьете не бьете что вы там предпринимаете не предпринимаете все механизм запущен дальше идет обесценивание идет вот это вот использование идет вот это соковыжималка и все заканчивается утилизации ей ну если вы сами рано это все не прокусите сами от вот этой вот истории не вниз не свалите не убежите как нарциссы вам вот эту вот любовь внушают прежде всего давайте поговорим о том аж зачем это им зачем они вот так вот раздувает вот этот вот спектакль зачем они вот это вот вам транслирует и причем делают это нередко очень даже неплохо очень даже убедительно собственно поэтому то вы и верите они внушают любовь потому что это в принципе выгодный удобный рычаг манипулирования партнером они внушают любовь потому что действительно на стадии идеализации они сами в это верят они вас идеализировали им хочется быстрее вас сделать своими и получить от вас вот этой вот отдачи в огромных объемах этого нарциссического корма они внушают вам любовь чтобы окружающие видели какие они то есть как они умеют как они могут какие они прекрасны чтобы все им завидовали все их таких же хотели то есть это и с одной стороны когда нарцисс в принципе является заложником вот это вот своего механизма идеализации обесценивание тоже и защита тоже в том числе нарциссической личности но и с другой стороны нарцисс прекрасно понимать что это выгодно это хорошо вы привязываетесь вы становитесь зависимые соответственно очень долго вы можете этого человеком каким-то образом подпитывать и так теперь к самим приемом что они делают первое полная идеализация многие кто были в таких отношениях там неважно мужчины это женщины неважно каких возрастов они так и говорят мне за всю жизнь никто не делал такое количество комплиментов причем за все подряд за все сразу человек восхищался тем какая я или какой я в постели например то есть и в постели восхищался и готовкой восхищался ну просто всем всем восхищаться вам возвели трон конечно же с этого трона потом очень больно падать с этого пьедестала больно падать а любят они поделать какой-то знаете такой акцент на уникальности вашей истории вот все люди как люди у всех все так вот по-простому а у нас с тобой ведь мы с тобой не просто так на работе познакомились или в поездке именно в этом ресторане именно там в этом городе вот что-то вот такое они умеют вот это вот мишуру накрутить и вы такие ну ничего себе правда какая-то там особенная судьбоносная встреча следующий но они в принципе говорят вам то что вы хотите услышать они сразу считывают своих партнеров и партнерш они сразу понимают а вот здесь у вас триггеры вот здесь у вас какие-то болевые точки вот вам вот это важно и они вам говорят я за семью собственно так как и ты я за развитие совместного дела я за то-то то-то и то-то вы такие ну ничего себе какой у меня единомышленник дальше они могут создать вот эту вот иллюзию просто вот обволакивающей заботы а по факту это контроль и преследование нередко под видом заботы но вы такие обо внешне кто так не заботился я же никому до этого вот настолько не был нужен а тот человек меня так любит а когда вы уже под колпаком вы начинаете так себе говорит так стоп-стоп а собственно где она счастье а почему лучше не стало они еще затягивают вас такого слияния пытаются своими щупальцами в разные сферы вашей жизни проникнуть пытаются всячески отследить да где у вас что там еще есть и каждый из вот этих вот сфер каким-то образом присоединиться чтобы опять же вы были у них под контролем а вы такие мы все делаем вместе нам так хорошо мы можем часами обо всем разговаривать так правильно не вам на уши приседают а часами висят у вас на телефоне или в гости к вам приходят и сидят а конечно большой акцент они делают на описание вот какого-то сказочного будущего вот этих золотых гор как у вас все будет прекрасно нередко собственно демо версия даже на этом то и заканчивается они ничего конкретного не успевают вам сделать дать вам в руки они просто вам обещают насколько все будет идеально насколько все будет прекрасно вы ведетесь потому что вам это важно потому что вам этого хочется они устраивают эмоциональные качели они могут уже устроить это на стадии демо версии на стадии идеализации то что плохое настроение то что ты мне понравилось то они вас там как-то при ревновали от всякие такие штуки но они тут же это оправдывают тем что у меня же к тебе такие чувства то что я испытываю к тебе я никому такого не испытывала или испытывал я растерян я не знаю как себя вести вы такие ну надо живут искренне какой эмоциональный человека постепенно качели раскачиваются все мощнее уже страшно становится от этого ветра который гуляет да по этим качелем то есть но уже вы к тому моменту еще больше вляпываетесь еще они могут активно привлекать третьих лиц их обрабатывать они могут вас штурмовать с при помощи каких-то своих летучих обезьян которые вам будут написывать что там говорить рассказывать какой-то человек прекрасный они могут взять в оборот кого-то из ваших друзей и родственников они могут очень сильно пытаться им понравится они могут их убеждать что вы просто вот какой-то там их вариант мечты чтобы они тоже словечко то замолвили ну то есть во всячески-всячески могут третьих лиц лиц подтягивать еще смотрите какой они хитрую штуку делают по сути она пересекается со многими из предыдущих пунктов то может быть самостоятельным сценарием они а ложную роль родители вам отыгрывают например они считали уловили что вам мало вот этой заботы дали мало вот этого какого то внимание дали и а вам хочется вам это надо ну конечно же тут и забота тут и полное принятие они знают как это дать потому что а им но многим из них тоже этого очень не хватало они сами это и они вам вот это вот иллюзию создают что я тебе все твои потребности закрою все твои проблемы решу вот я вот такой вот твой супер а какой-то вариант просто помните что действительно они очень вкладываются на стадии демо версии они могут быть очень искусными те которые особо не вкладываются каким-то яркими проявлениями и громкими словами они просто самим фактом что они вот молчаливо рядом с вами присутствуют типа как-то участвует вашей жизни принимают вас это тоже на вас может произвести впечатление вот создать иллюзию любви для них не проблема да понимаете что иллюзия любви и настоящие отношения это огромная разница и когда начинаются реальные проблемы они там сваливают они саботируют или когда вы посмели где-то им сказать нет там сразу хищный оскал включается когда вы им чуть-чуть надоели они поняли что вы уже по уши вообще влюбились вот тут вот начинается использование ваши это не про любовь это просто про подготовку к отжатии вашего ресурса так что имейте в виду и все-таки будьте осторожны не верьте всему тому что вот вам отыгрывают нужно время нужны реальные ситуации чтобы понять кто рядом с вами друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч